Два дома, несколько надворных построек и практически все имущество сгорело буквально за несколько минут. Два человека получили сильные ожоги. Произошло это в Корсуне. Все подробности у Антона Никитина. Свой дом Александр Антонов строил сам. На это ушли годы. Около 10 лет труда на благо семьи. Но 23 апреля произошло роковое короткое замыкание проводки. Хозяин дома пытался тушить загоревшуюся розетку, но ему это не удалось. Он увидел, что эта розетка, накинул куртку на нее, а там было все обделано пластиком. И моментально вспыхнуло все. По проводке загорелся моментально весь дом. Счетчики не сработали. На запах дыма из комнаты вышла мама. И она надышалась уже дымом и упала. Папа-то выбежал, когда видит, что ее нет и нет, нет и нет. Он пошел за ней ее вытаскивать. В доме был натяжной потолок, который начал плавиться и капать. Как результат, множественные ожоги и сильнейшая интоксикация. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре ЦГКБ. Состояние тяжелое. Как видно на видео, которое успели снять соседи, дом горел буквально в смысле, как спичка. За несколько минут люди лишились всего. Крова, имущества. Не удалось спасти даже документы. В чем успели вы идти? Да. Горели этот дом и дом, построенный его старшей дочерью, а также сарай, баня. Словом, все. Когда приехали пожарные, удалось отбить лишь очень малую часть нового дома. Как могло произойти подобное, в принципе, непонятно. На счетчиках стоит защита, которая должна была сработать и не допустить замыкания. Я не знаю, почему не сработала защита, стоявшая на входе со счетчиком. Вот этот вопрос вызывает, конечно. То есть это должно было сработать в первую очередь. Не сработало. То есть приезжали электрики, уже в процессе пожара вот этот счетчик отключали. Почему, так и не знаю. Но в данный момент погорельцев волнуют больше другие вопросы. Как помочь родителям и как жить дальше? На восстановление жилья нужны деньги, равно как и на реабилитацию пострадавших. Состояние, признается Елена, полного отчаяния. Мы на данный момент сейчас находимся в таком состоянии, мы вообще не знаем, что, как делать. То есть, по сути, ну что нам с мужем по 20 лет. То есть мы этого никогда не касались, и сейчас все общим грузом упало на нас. То есть это уход из-за младшей сестрой, у нас маленький годовал ребенок, и еще с родителями, неизвестно что. То есть, как бы, отчаянное положение такое. Сгоревшая машина была застрахована только от ДТП. Новый дом даже не успели застраховать от несчастных случаев. Беды не ждал никто. Сейчас чета долговых живет у бабушки. Чем могут, помогают соседи и родные. Но этого явно недостаточно. А помощи ждать неоткуда. Вся надежда только на добрых людей и их добросердечность. Надеемся на то, что человеческий фактор все-таки есть. Добродетель, как скажем. Что кто-то все-таки откликнулся на наш призыв о помощи, то есть, ближних родственников, друзей. На то, что все-таки кто-то как-то будет помогать. Со своей бедой погорельцы обратились и к властям, местным и региональным. И очень надеются, что их не оставят на улице. Антон Никитин, Александр Абрамов. Вести Ульяновска. Из Корсунского района. Из Корсунского района.